Один из самых горячих споров в мире гастрономии звучит примерно так. Чья долма? Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. Я не буду искать ответ на этот вопрос, я вам ее приготовлю. С вами я, Константин Аганезов, и вы на канале Вкусное движение, и мы готовим долму. Берем одну головку лука и шинкуем на мелкий кубик. Берем сотейник, разогреваем его, добавляем небольшое количество растительного или сливочного масла и обжариваем наш лук до золотистого цвета. Берем 3-4 зубчика чеснока и мелко его шинкуем. Добавляем чеснок. На Ближнем Востоке это блюдо обычно подается холодным, с очень ярким сливочным соусом. В нашем случае мы приготовим горячую долму, под которую будем готовить фирменный мой семейный соус из мацони и чеснока. Добавляем большую щепотку соли и 100 грамм риса. Добавляем самого обычного длиннозерного риса и заливаем его таким же количеством холодной воды. Перемешиваем, накрываем крышкой и варим до полной испарения влаги. А пока берем фарш. У нас сегодня 400 грамм телячьего фарша. Добавляем небольшое количество соли и тщательно его перемешиваем. Добавляем молотый перец и щепотку сухой мяты или чабреца. Все тщательно перемешиваем и ждем, пока наш рис сварится. После чего мы его добавим в наш фарш. Отставляем в сторону. Теперь берем виноградные листья. Аккуратненько разворачиваем их. Если они у вас плохо разворачиваются, опустите их в теплую воду буквально на 5-7 минут. Обычно листья продаются уже готовыми в магазинах. Поэтому главное найти. У любого листочка есть две стороны. Внутренняя часть и внешняя. Внешняя часть, она глянцевая. Мы заворачиваем наш фарш во внутреннюю часть. Поэтому выкладываем глянцевую часть листа вниз. Стараемся такие маленькие листики не использовать, потому что в них будет довольно-таки сложно завернуть фарш. Но я вам расскажу попозже, что с ними сделать. Отличные листы, кстати, у нас попались крупные. О, наш рис как раз-таки подошел. Аккуратненько перемешиваем его. И добавляем в наш фарш. По желанию сюда можно добавить абсолютно любой зелени. Это может быть кинза, петрушка, даже свежая мята. Хуже однозначно не будет. Но мы сегодня ее использовать не будем, потому что у нас будет очень яркий травянистый соус, который мы как раз-таки и будем подавать с нашей долмой. Берем небольшое количество фарша и заборачиваем его в наши листья. Стараемся делать их одинаковыми. Складываем их в одну стопочку. Друзья, знакомьтесь, долма. Теперь берем сотейник и аккуратно выкладываем нашу долму по кругу. У меня остались как раз-таки те самые маленькие листья, которые мы закрываем нашу долму. Слегка ее придавливаем. И последний штрих. Обычно листья продаются в маринаде, которые многие сливают. Я этого крайне не рекомендую делать, потому что маринад, он также имеет некий вкус. Мы берем маринад, в котором хранились листья. Добавляем его к нашей долме. Закрываем крышкой. И томим на среднем огне буквально 30-35 минут. А пока готовится наша долма, приготовим быстренько соус. Берем 2 зубчика чеснока. Давим его. И мелко шинкуем. Добавляем наш чеснок к мацони. Если у вас по какой-то причине нет мацони, можно использовать обычный кислый йогурт. Берем небольшое количество кинзы. Петрушки. И также мелко шинкуем. Добавляем к нашему соусу. Щепотка соли. Небольшое количество перца. И все тщательно перемешиваем. Если вы любите экспериментировать, крайне рекомендую использовать мяту. Свежую мяту. Она придает абсолютно уникальный, конечно, вкус долме. Но это классический рецепт, который обычно мы готовили у нас в семье. Ушка. Все. Ждем, когда наша доума приготовится. Наше блюдо готово. Пахнет виноградными листьями. Фантастика. На дно можно выложить красиво виноградные листья. Смотрится очень, кстати, красиво. Помню ранней весны, когда начинал свести под оконами виноград. Бабушка просила меня лазить за самыми молоденькими нежными листиками, которые мы обычно дома мариновали. И зимой использовали в приготовлении как раз-таки этого блюда. Аромат просто нереальный, друзья. Сложный, конечно, его на самом деле передать. Но, как понимаете, это блюдо абсолютно несложное. Также повторюсь, что его можно, в принципе, готовить и подавать холодным. Все зависит, на самом деле, от вашей фантазии. Красота. Небольшое количество бульона. Ребят, знакомьтесь, долма. Красота. Друзья, конечно же, для этого блюда нужна вилка, наверное, с ножом. Но я это буду делать так, как делал в своем детстве. Берете долму, макаете ее в соус. Ушко. Не бойтесь своих чувств. Если вы чувствуете, что это нужно, пробуйте реально руками, пробуйте руками. Разрыв. Флэшбэк. Я вернулся в свое детство, когда меня реально гоняли за этими листами. Я помню, я там себя всего обдирал. У нас в семье был свой небольшой виноградник. Весной мы собирали листик для приготовления долмы. Осенью мы собирали виноград, делали из него вино и чачу. Поэтому для нас, для жителей Кавказа, виноград это больше, чем просто какой-то вкус. Отличное. Друзья, всем мира, любви, здоровья. С вами был я, Костя Аганезов. И вы на канале Вкусное Движение. Всем долмы. Пока! Я правда не понимаю, что люди спорят, касаемо чья долма. Какое имеет значение, чья долма? Готовьте, ешьте, приглашайте друзей в гости. Знакомьте с этим блюдом, это же просто реально фантастика. Нереально вкусно.